Всем привет! Продолжаем работать над детской мебелью. Сегодня вот на этой поверхности будем начинать делать магнитно-грифельное покрытие. Для этого мы будем использовать вот такую краску. Краска грифельная с магнитными свойствами. Она наносится в 3-4 слоя с промежуточной сушкой 4 часа. Затем нужно выдержать сутки и после этого наносится грифельный лак тоже этой же фирмы. Он наносится в 2 слоя. Сушка между слоями 6 часов и после этого всего через 3-4 недели уже можно полноценно пользоваться. А до этого пользоваться стоит в сидящем режиме, то есть не мыть всякими моющими средствами и пользоваться мелками нельзя. Наносить буду вот таким валиком. Это валик для водоэмульсионной краски. Поверхность у нас это окрашенная березовая фанера. Окрашена она краской на водной основе акриловой. Так, открываем баночку. Здесь у нас такая еще крышечка внутри. Перед применением краску необходимо перемешать. Так как у меня поверхность небольшая, всего 0,25 квадратных метра, баночка, кстати, это рассчитано на 1 квадратный метр и на 3 слоя. Вот. Моя поверхность меньше, поэтому я не буду выливать в лоточек отдельно краску. Я буду брать потихоньку палочкой и дальше уже валиком красить. Так, начинаем наносить. Краска густая. Стараемся ровно распределять ее. Что у нас получилось после первого слоя. Ложится краска хорошо. Но вот здесь вот я пыталась подкрасить немножко, а получилось то, что краска назад к валику прилипает. Вот, она немножко подсохла. Но пока я красила другое место. И вот такой получается эффект. Так что, смотрите, ту поверхность, которую вы покрасили, пока она полностью не высохнет, вы к ней дальше не прикасаетесь. Да, и, кстати, забыла сказать, то, что после окрашивания обычной краской я еще поверхность грунтовала перед нанесением магнитной. Грунтовка у меня вот такая. Глубокое проникновение. Есть, кстати, грунтовка специальная тоже этой же фирмы. Вот такая фирма. Кстати, вы можете к ним обратиться в инстаграме. Очень быстро отвечают на вопросы. Итак, первый слой у нас подсох. Вот так вот получилось все. Я наносила тонким слоем. Сейчас второй слой буду наносить уже потолще. Вот так выглядит сразу после нанесения второго слоя. С каждым слоем все лучше, лучше и ровнее. Второй слой. Вот так вот все стало выглядеть. Сейчас приступаю к нанесению третьего слоя. Сейчас мы видим результат после нанесения и высыхания четырех слоев. Мне результат нравится. Следующим этапом мы будем наносить грифельный лак. Он наносится в два слоя с промежуточной сушкой шесть часов. Я его буду наливать вот в такой лоточек. Так как он достаточно жидкий. И просто так на валик его не возьмешь. Начинаем наносить лак. Вот что получилось сразу после нанесения лака. Подождем пока подсохнет и будем наносить второй слой. Первый слой лака высох. Сейчас будем наносить второй слой. Нанесла второй слой. Разровняла все. В принципе ложится и так очень легко и ровно. Дождемся пока высохнет и можно уже будет тестировать. Все подсохло. Поверхность по идее должна быть готова к магнитикам. Сейчас поставим и будем пробовать. У меня есть тут несколько видов магнитиков. Попробуем такой вот самый легкий приклеить. Держится. Так, еще такой же. Тоже держится. Попробуем потяжелее. Ну, тоже вот как такая же основа. Виниловая, по-моему, называется. Держится. Так, и такой вот потяжелее. Не держится. Ну, в общем, вы поняли. Магнитный винил хорошо держится, а магнитики такие большие не держатся. Ну, еще интересно будет попробовать магнитную азбуку. Впрочем, для чего я и делала эту доску в большей степени. Но у меня ее пока нет. Вот. Если у кого-то уже есть и опыт есть, напишите в комментариях, получается, держится она или нет. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотела показать. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк. И до новых встреч!